Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. И прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Новые назначения и старые махинации. В договнях новый мэр, а на одного из чиновников администрации Макачкалы заведено уголовное дело. К пятничному намазу готовы. В Центральной мечети Макачкалы провели дезинфекцию помещений. Вирус. Ну и что, что вирус? Обыкновенный гриф. Потребительский переполох. Люди скупают продукты питания про запас. О том, как готовиться к возможному карантину в Дагестане, смотрите в сегодня в выпуске. Два человека погибли в Избербаше в результате ДТП. На железнодорожном переезде локомотив протаранил легковой автомобиль. 40-летний водитель, житель Избербаша, выехал на рельсы и столкнулся с движущимся поездом. Мужчина и его 31-летняя пассажирка скончались на месте. По данным МВД, ДТП спровоцировал водитель автомобиля. Он выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Завезено уголовное дело на главу советского района Махачкалы. По Хрудина Залибекова, его зама, брата и директора дагестанской юношеской спортивной школы подозревают в хищении бюджетных средств. Уголовное дело возбудил Следственный комитет по Республике Дагестан. По информации следствия, директор детской юношеской спортивной школы в Махачкале оформил главу внутригородского района еще двух человек тренерами вольной борьбы. Они числились в учреждении, но никакой работы не выполняли. Несмотря на это, зарплату они все-таки получали. Всего за два года работы им было начислено 1 миллион 300 тысяч рублей. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства мошенничества. Временно исполняющим обязанности главы дагестанских огней назначен Джалалудин Алирзаев. Сегодня Владимир Иванов представил его коллективу администрации города. Ранее Алирзаев работал заместителем главы Дербента по вопросам безопасности. Отместим с 2015 года мэром Дагогней был Зайдула Гашимов. Однако после резкой критики главы региона в адрес градоначальника накануне, Гашимов сложил полномочия по собственному желанию. В Дагестане в тайнике автомашины найдено более полутонны рыбы осетровой породы. Подозрительный грузовик был остановлен при попытке проехать через пост. При проверке полицейские заметили, что внутри кузов значительно меньше, чем снаружи. При дальнейшем обследовании и было выявлено нарушение. Установлено, что обнаруженная осетровая рыба относится к виду севрюжих, занесенных в Красную книгу России и запрещенных к вылову. В отношении хозяина грузовика возбуждено уголовное дело. Максимальная мера наказания по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей. Министр внутренних дел Дагестана вручил паспорт гражданина России 94-летнему Рамазану Алибутаеву. В конце прошлого года пожилой мужчина приехал из Азербайджана. Прожив там 75 лет, он решил, что остаток своей жизни хочет провести в Дагестане. Подал документы в МВД на получение российского гражданства и вот получил главный документ. Ты меня слышишь, послушай, я не слышу тебя, я хочу на родину. Я несколько раз приготовился, меня некому забрать. Один я не могу приехать, слепой, глухой. Я хотел бы, я очень сильно болею, но если же останусь, я весной приеду. Ну а сейчас что он говорит? Хочет опять обратно? Не хочет, я могу спросить тоже. Вот так, вин, обратно, чай бурите, чай бурите, хлеб бурите. Я заявить не хочу. Я говорю, пожалуйста, скажи. Вот здесь, гадыц. В короткие сроки заявителю было предоставлено гражданство России. В миграционном отделе, обратив внимание на преклонный возраст мужчины, сделали все быстро. Процедура, которая занимает обычно около года, была сокращена до двух месяцев. Это один из патриотов, который хотел получить гражданство нашей страны. И, вы знаете, 94 года – это достаточно зрелый возраст, и надо было быстро все сделать, чтобы, как говорится, прийти вручить ему, чтобы он был спокоен. Чтобы его это не беспокоило, как говорится, не нервировало. Сейчас, слава богу, находятся в кругу близких – мать, дочери, зятя, внуков. Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что это очень поучительно, что человек даже в таком возрасте хочет вернуться на родину. И мы посчитали своим долгом, что надо это быстро сделать. Дезинфекцию перед пятничным богослужением провели в центральной жума мечети столицы. По всей территории было проведено опрыскивание специальным раствором. Связано это с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Абдулла Алиев о проведенных работах. Мы находимся на территории центральной жума мечети города Махачкалы. Здесь сейчас проводится тотальная дезинфекция всего помещения и омывительных комплексов. Специальным веществом обрабатываются дверные ручки, перила, водопроводные краны – все то, с чем могут контактировать люди. Также дезинфицирующим средством опрыскивается первый и второй этаж мечети. У каждого входа установлены специальные устройства, с помощью которых прихожане в целях профилактики смогут дезинфицировать руки. В омывительном комплексе полностью заменено обычное мыло на бактерицидное. Но это не все. Теперь прихожане мечети в случае недомогания смогут здесь же проверить состояние температуры с помощью специальных тепловизоров, которые будут находиться на территории мечети. Все это проводится с целью профилактики заражения коронавирусом прихожанами мечети. Мы с вами знаем, по всей России идет у людей паника, что распространяется коронавирус. Хотел бы всех наших прихожан и горожан успокоить, что у нас соблюдены все меры безопасности, дезинфицированы и внутри мечети, с утра была дезинфекция, внутри мечети и прилегающие территории, и омывительных комплексах. И для этого все меры безопасности соблюдены. Напомню, что вспышка инфекции произошла в декабре прошлого года в Китае. По последним данным, насчитывается более 200 тысяч зараженных во всем мире. Из них более 100 выявлено в России. В Дагестане же нет пока официального подтверждения о случаях заражения вирусом. Тем не менее, предпринимаются всевозможные меры по предотвращению распространения этой болезни. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На фоне бушующей в мире пандемии коронавируса практически все страны столкнулись с потребительским переполохом. Люди стоят в длинных очередях за продуктами питания и предметами гигиены. Волна паники дошла и до России. Штурма супермаркетов пока не наблюдается, но первые звонки о дефиците некоторых товаров уже есть. Как обстоят дела, в нашей республике узнавала Азумруд Гамидова. С начала недели даже в самых благополучных странах мира объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Из-за опасения остаться без продукта во время закрытия ресторанов и точек общепита народ кинулся скупать продукты питания. Про запас не стал исключением и Дагестан. Так, жители Хасавюрта начали массово скупать на рынках товары длительного хранения. В основном это мука, гречка и макароны. В сети распространяются видео, как люди закупают продукты впрок, а полки угрожающе пустеют. Все это вызывает беспокойство у населения. Боясь оставить семьи без еды, люди приступают к штурму магазинов. Но мнения владельцев торговых точек по этому поводу разделились. Ничего я не замечаю вот здесь. Не знаю, это, наверное, слухи такие. Еще пока же здесь нету, в Махачкале. Специально закупают эти продукты, для чего запасы делают люди. На макароны, рис, гречка увеличиваются и на масло, и на муку. А остальное все как повседневно, так все идет. А когда вот это началось? Уже сегодня третий день. Мешками закупаются. Закупаются. Я не знаю, почему, что это, этого всего. А на цене как-то отразилось? Нам уже привозят товар, чем мы отпускаем дороже. В то же время кого-то такие разговоры просто смешат. Люди считают, что паника специально нагнетается. Гречка, мука и сахар присутствуют на столичном рынке в достаточном количестве. И паники со стороны покупателей, как выяснилось, не наблюдается. На всю жизнь не запасешься, во-первых. А во-вторых, нам хранить негде. И покупать мешками, тазиками, ведрами. Зачем? Зачем? Если мы умрем, уже умрем. Голодными, не голодными, сытыми. Ерунда все, это брехня. А вы не делаете запасы? Нет. Почему? А зачем мне запасы делать? Я ни во что не верю. Вот в эту прессу, которая сейчас в интернете и везде, я ни во что не верю. Это специально делают ажиотаж, чтобы быстрее расхватали просроченные. Все лежит же, никто не покупает. Чтобы расхватали все, а потом еще привезли. Карантин – это ерунда все. Это разговоры, чтобы разбирали все. Вирус. Ну и что, что вирус? Обыкновенный грипп. Чиновники уверяют, поводов для паники нет. Еды хватит на всех, и кризиса не предвидится. В связи с этим покупать продукты впрок не имеет смысла. С обеспечением продовольствия в нашей республике никаких проблем нет на сегодняшний день и не ожидается. Это такое заявление мы сделали после того, как изучили ситуацию, которая у нас сложилась. Мы сегодня посетили сеть магазинов, их шест-магазин на территории города Махачкалы «Зеленое яблоко». Со слов директора этого предприятия, практически повышения цен не было. В общем, в случае чего Дагестане будут голодать? Мы этого не допустим. Например, необоснованного повышения цен не должно быть. Есть соответствующие органы государственной власти, которые должны урегулировать это. Не допускать такого. Поэтому я призываю наших граждан к благоразумию, спокойствию. Впрочем, определенный повод для волнения у дагестанцев все же есть. Например, практически ни в одной столичной аптеке не осталось одноразовых медицинских масок. Антисептиков для рук тоже. Когда эти средства профилактики и защиты от коронавируса появятся в продаже, сказать никто не может. Нет, свободная продажа есть, но сейчас закончились, к сожалению. Тем временем, Минздрав сообщает, что в Дагестане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В республике применяются все возможные меры по защите населения, отменены все массовые мероприятия, в школах введен карантин. А для защиты от вируса врачи советуют ограничить контакты, соблюдать личную гигиену и не поддаваться панике. В пандемии коронавируса продолжают вмешиваться планы спортсменов. Так, махачкалинцам сегодня утром закрыли доступ на стадион труд имени Елены Исимбаевой. В соответствии с приказом Минспорта, республики спортивный объект приостанавливает свою работу в целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции. «Приносим свои извинения, стадион полностью закрыт для посещения на неопределенное время», – говорится в сообщении на странице стадиона в Инстаграме. Как пояснили в спортивном ведомстве, стадион недоступен для всех без исключения. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин